Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ, помогите ему в этом, прием 4300, хэштег на ваших экранах, он постоянно кикает неактивных, у них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас, выигрывайте у них, 1xbet, хэштег на ваших экранах, приятного просмотра. Дорогие друзья, всем привет, сейчас нахожусь на аккаунте у подписчика и у него очень интересная акция в магазине, а в магазине у него свершилось, бесплатные сундуки, 3 золотых, 1 магический и 6 серебряных. То есть шанс выбить легендарку, он не маленький, я знаю, возможно вы уже видели эту информацию у меня в группе или у моего коллеги, потому что он раньше выпустил видос, так как сначала написал подписчик мне, а потом отдал аккаунт ему. Ну короче, нашлись те, у кого тоже есть такая спецакция, сначала по словам хозяина, он объяснил это тем, что он не играл полгода в эту игру, после чего он вернулся и у него вот такой вот спецпакет. Ну хизы, возможно так, возможно нет, ну какой-то период времени точно вы не играли и у вас такая акция должна появиться. Если у кого-то будет акция лучше, ну вдруг кто не играл там год, два, три, ой, игре всего два года. Ну в общем, вдруг кто не играл очень-очень-очень долго и у кого-то есть лучшая акция, обязательно пишите Богдану, у меня на официальной страничке есть его ссылка. Значит, бесплатно три сундука и вообще, знаете, мы сейчас их откроем, тут еще такая спецакция, я задоначу ему однозначно, ну блин, как не купить ему эти все сундуки, это очень круто. Но знаете что, тут очень забавный такой момент, суперселлы стали очень часто давать что-то бесплатно. Вот за последнюю неделю, вот смотрите, раз, они мне китайские гемы сначала, ну за китайские гемы сначала хотели наказать, забрали карты, потом они извинились, отдали карты назад и сверху дали 60 тысяч гемов. Это вообще какой-то нонсенс, я считаю, что это вообще какая-то ошибка, но не суть. По факту я получил 60 тысяч гемов, бесплатно, слышите, бесплатно, такого еще не было никогда, ни у кого. Второй момент, возможно вы читали новости вчера, я на стрим еще говорил, видос, правда, об этом не записал. У них появилось в фейсбуке, ну в общем где-то на официальном источнике, что сегодня как бы должны были разыгрываться, точнее разыгрываться, а бесплатно, возможность, должна быть возможность бесплатно получить новые эмодзи, за которые нужно просто создать команду, это что-то связанное с киберспортом. И также среди этих команд еще будет разыгран 1 миллион гемов. Подробности вы можете чекнуть там в группах, в фейсбуке, в твиттере, короче, я думаю, что у них где-то эта информация есть, если не на русском языке, то вы можете перевести, но я думаю, что вы и так знаете. Да блин, что я туплю, вот здесь эта информация, вот она, вот она эта инфа, бесплатные эмодзи и 1 миллион гемов. БЕСПЛАТНО, ключевое слово БЕСПЛАТНО, вам не кажется, что слишком много БЕСПЛАТНО за последнее время? А я это объясняю тем, что они пытаются вернуть актуальность игре, они пытаются удержать всеми силами игроков, чтобы когда выйдет релиз, чтобы не погас огонь в Clash Royale, потому что они чувствуют, что это будет, они знают, что это будет. И, насколько мне известно, была неофициальная информация, что, возможно, в декабре будет очень крутая обнова в Clash Royale, будут герои, новые арены, КВ-шка вроде как новая. Ребята, это все неофициальная информация, это я лишь слышал. Если это так, то заживем с вами, да блин, это круто, разработчики, наконец-то, ну наконец-то вы взялись за игру. Ждем, ждем новых разных плюшек, потому что нас надо удерживать, иначе мы уйдем. Ребята, надо протестовать, иначе мы будем всегда терпилами, будем терпеть постоянно вот эти их спецпаки, за которые они только получают деньги. А так, вот, бесплатные, на, получи. Короче, с возвращением. Ну что ж, бесплатно, я второй раз нажимаю на кнопку бесплатно. Блин, на своем аккаунте получил 60-ка серий гемов, это просто охереть. Ну давайте, что ж, открывать, что у него тут? Лего будет? Если Лего будет, это вообще прям... Опа, дракончик. Ах, легендарки нету, ну ладно. Помимо этого, там еще 3 золотых, серебряный. Ну серебряный, конечно, на самом деле, акция такое себе. То есть, ну, серебряный, камон, лучше бы дали один огромный, я не знаю, там, сундук фортуны и магический. Но, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Бесплатно, почему бы и нет, мы ни копейки не тратим. Конечно же, откроем, отказываться не будем. Но, хотелось бы, конечно, чуть получше. Чуть получше, потому что, ну, как-то они нас недооценивают. Мы же все-таки, блин, все-таки, ну, ценность для них, да. Хотя, опять же, эти акции не у всех, потому что у меня на основе и на твинке такой акции нет. Так что, я предполагаю, что это появится только у тех, кто какой-то длительный период не играли в игру. Вот. Вот так вот, получил он эту акцию, ни одной леги не выбили, но я ему дам подарочек в виде 5 баксов. Это подарок от Суперселл, но у человека нету 5 долларов, поэтому я буду делать ему подарок. Естественно, доначу, ребят. Пожалуйста, поставьте лайк, а, ну, я не знаю, подпишитесь на канал, еще что-то сделайте приятно мне. Первый легендарный сундук. Так, я не знаю, какими он легами играет, какая ему лего нужна, и это пламенный дракон. Причем, у него его не было. Поздравляю. Дальше магический сундук. Слушайте, ну, один уже открывали, ну, давайте, со второго-то сундука, ну, лего нужна, нам нужна лего, давай. И, и, обойдешься, говорит нам, Илка. Ну, ладно, зато палач на новый уровень. Огромный сундук, ну, с огромного леги, естественно, не будет. Так, о, зато зап и мегаминдион. Кстати, он играет колоды Голем 2 Принца. Я, с вашего позволения, пойду, точнее, не с вашего, а с позволения хозяина, сыграю в глобале несколько каточек. Хочу проверить вообще эту колоду, эту прокачку на этих кубках. Посмотрим, как здесь эта колода, точнее, эта прокачка ведет на 3400. Вот, и надеюсь, я ему выиграю хоть одну каточку, потому что у меня после того, как я не создавал Твинка 2 месяца, ностальгия по этим аренам, мне все время хочется играть здесь, потому что, ну, низкие кубки не всегда, ну, такие. Для меня это релакс, это релакс игры, потому что на таких кубках в основном порой неопытные соперники, и против них не сильно ты заморачиваешься играть. Конечно, бывают у них колоды бешеные, прокачки бешеные, но все равно скилла им немножечко не хватает, поэтому играть мне на этих кубках очень приятно, и, ну, это прям в радость мне сейчас на его аккаунте апнуть ему несколько кубков. Я надеюсь, он не против. Если, ну, ему это не надо, ну, чтобы я ему не апал кубки, и для него принципиально играть самому, как это, в принципе, у меня на основном аккаунте, он сможет две катки слить, или сколько я сейчас, ну, одну-две сыграю, слить обратно кубки. Вот, что еще хотел бы с вами обсудить? Ну, по поводу вот этих, наверное, бесплатных плюшек от Supercell. Я думаю, что вы понимаете, что это на самом деле хороший знак, потому что, ну, намек на то, что, ребятки, мы за вас помним, мы за вас помним, и для, ну, те, кто не могут донатить в игру, однозначно для вас мы сделаем какие-то возможности, возможности, чтобы вы тоже смогли, короче, получить какие-то плюшечки от нас. Вот, кстати, насчет плюшечек. Мне интересно, на Новый год разработчики в этом году будут какие-то давать призы, или же, как и в прошлом году, это будет спецакцией за бабки? То есть, ну, мне, как человеку, у которого есть возможность задонатить, это круто, да, я получу там какие-то приколюшки, а тем, у кого нету возможности, какие они подарки получают от разработчиков? Да никаких, никаких вообще абсолютно. Для этого, наверное, есть ютуберы, да, и пускай они делают конкурсы и разыгрывают среди своих фанатов эти акции, которые мы продаем. Ну, вот, ну, мне кажется, что в этом году, ну, должны какие-то быть призы, но все-таки игра уже действительно требует какого-то внимания повышенного от разработчиков. И им надо что-то уже придумывать, так как если они не будут радовать игроков никакими новыми, там, обновлениями, введениями. Вот эти, кстати, MS, это, ну, особо никак не спасет игру. Это не то, что надо делать, хотя это приятный бонус, на самом деле. Это приятный бонус, но это реально не то, что надо делать. Надо обнову. Вот если то, что я услышал неофициально про героев, новые клаваные войны и новые арены, если это реально будет, то действительно, действительно, онлайн должен подняться. Вот, но это лишь стоит нам мечтать об этом и верить в то, что это произойдет. Я думаю, что я не буду больше идти в бой, потому что неизвестно, надо автору этого аккаунта, точнее, хозяину этого аккаунта, чтобы я играл или нет, а то вдруг еще даже солью. Прокачка у него, в принципе, вся, практически все на одном уровне, все девятый уровень. Прикольно, за исключением Торнадо. Вот, рекорд у него, ну, это так, чисто я для себя хочу. Три-четыре, а, кстати, сейчас он, а, нет, не на рекорде. В общем, не буду играть, мало ли, вдруг он против. Я так, чисто без разрешения сыграл одну катку, но хоть не проиграл. Если вдруг ему не нужна эта победа, он ее в любом случае сможет слить. И, в общем, друзья, если подытожить, то, опять же, повторюсь, что вот эти акции, вот эти все бесплатные плюшки, это приятно. И это еще, знаете, так символично перед Новым Годом. Это, ну, прям, разработчики, давайте, ждите. Все в ваших руках. Декабрь, он должен быть хайповым. Блин, каникулы, Новый Год. Блин, давайте, верните Клэш Рояль. Я буду только за. Вы вот пишите, Холдик, ты все, ты сдал позиции, уходишь, будешь играть в Бролл Старс, Клэш Рояль не будешь. Я буду, но просто тем уже очень мало. И мало интересных моментов в игре, за которые можно зацепиться. Если разработчики нам их подкинут, ребятки, да я с радостью буду играть в Рояль. Это же тоже моя любимая игрушка. Вот только я хочу каких-то здесь изменений. Если они будут, то, ребят, конечно же, Рояля меньше не станет на канале никогда. Подписывайтесь однозначно. Ставьте лайки, пишите в комментарии ваши догадки, что бы вы хотели получить от разработчиков на Новый Год. Возможно, у вас какие-то тоже новости есть. Делитесь в комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Все, жду вас сегодня на стриме по ссылке в описании. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok